Он всегда мыслил глобально и, может, поэтому производил впечатление человека высшего порядка. Блестящий собеседник, очень мягкий и скромный в общении, Тесла владел восемью языками. Был знатоком музыки и поэзии. В нем одновременно чувствовалась и утонченность, и огромная внутренняя сила. С 19 лет и до конца жизни он спал не более двух часов в сутки и при этом работал как одержимый. Мои эксперименты так важны, так прекрасны, так удивительны, что я с трудом могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них, полагаю, что буду продолжать, пока не упаду замертво. Психическая энергия Теслы была устрашающей. Она просто звенела, мою кожу покалывала, делился своими ощущениями писатель Джулиан Готтерн. У него глаза провидцей ясновидящего, говорили о Тесле. Близкие знали о его даре предвидения. 1890 год. Филадельфия. Предчувствуя недоброе, Тесла почти насильно задерживает друзей, не дает им уехать вечерним поездом. И спасает им жизнь. Поезд действительно потерпел крушение. 1912 год. Тесла уговорил Джона Пирмонта Моргана отказаться от путешествия на Титанике. Морган, всецело доверявший интуиции Теслы, последовал его совету и сдал билет. Джон Джейко Пастер, другой спонсор и давнишний друг Теслы, советом пренебрег и погиб. За несколько лет Тесла точно предсказал, что Первая мировая война продлится 4 года и закончится в декабре 18-го. Он ошибся всего на 5-6 дней. Он предсказал также, что период мира после Первой мировой войны продлится 20 лет. Затем может начаться Вторая. Но главное, что потрясало современников, это колоссальное количество оригинальнейших идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью. И, наконец, шокирующее признание ученого. Не я автор этих идей. Он был обычным ребенком, ничего особенного. Все изменилось в одночасье. Погиб его любимый брат. Это был страшный удар, буквально перевернувший жизнь Николы. Начались невыносимые ночные кошмары. Усилием воли мальчик стал замещать жуткие видения другими картинами. Сначала это были картины мира, в котором он жил. Но в какой-то момент, неожиданно для себя, он стал совершать экскурсии за пределы знакомой реальности. Так начинались мои ментальные путешествия. Сначала смутно, а потом все лучше. Я видел новые места, города, страны. Жил там, встречался с людьми, заводил друзей. В это трудно поверить, но они мне столь же дороги, как и моя семья. И столь же реальны. Человек в измененном состоянии сознания, он может ощущать, воспринимать то, что находится вне его поля зрения. Переноситься в другие пространства, в другие эпохи. То есть здесь нет никаких ограничений. Сегодня такие состояния сознания четко регистрируются приборами. Мы видим, что возникает определенная конфигурация, которую мы называем осью сверхсознания. Это активация передних отделов правого полушария и задних левого полушария. В то время, как в нормальном состоянии сознания больше активированы передние области левого полушария и задние правого полушария. Сверхчеловек называли Теслу современники. Как он совершал свои открытия. Вот что писал ученый о своем первом опыте. Я вился над этой проблемой несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти. Я знал, что умру, если не решу их. Мой мозг был напряжен до предела и в какой-то момент случилось немыслимое. Я слышал тиканье часов в трех комнатах от меня. Приземление мухи на стул глухим стуком отдавалось в моих ушах. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог определить местонахождение предмета благодаря особому покалыванию во лбу. Солнечные лучи так давили на мой мозг, что я едва не терял сознание. Проносящийся вдалей кипаж сотрясал мое тело. И вдруг я увидел вспышку, похожую на маленькое солнце. В одно мгновение истина открылась мне. Это было состояние абсолютного счастья. Мысли шли нескончаемым потоком. И я едва успевал фиксировать их. Подобные состояния время от времени испытывают многие творцы. Происходит это, как правило, спонтанно, неожиданно, как и у Теслы в первый раз. Но Тесла со временем научился входить в такое состояние всегда, когда этого хотел. Он утверждал, что может в любой момент начисто отключать свой мозг от внешнего мира. И в этом состоянии к нему приходит внутреннее видение. Таким же способом Тесла доводил свои конструкции до совершенства. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождается идея, я воображение начинаю строить прибор. Меняю конструкцию, совершенствую и включаю его. И мне совершенно безразлично. Проводится испытание прибора у меня в мыслях или в мастерской. Результаты будут одинаковыми. За 20 лет у меня не было ни одного исключения. А благодаря тому, что он переходил легко в нормальное состояние сознания, он это все мог зафиктировать и передать другим людям. Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных никем еще не исследованных явлениях. Слова «гениальная интуиция», «озарение» ровным счетом ничего не объясняют. Откуда он черпал свои идеи? Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновения. Я не проник в тайну этого ядра, но знаю, что оно существует. Творческий метод Теслы заставляет считать нас, что существует некий глобальный банк данных, который сейчас называют энергоинформационным полем Вселенной. И Тесла умел подключаться к этому источнику, черпая оттуда необходимую информацию. И он мечтал, чтобы каждый человек имел к нему доступ. Заглянуть в незримый мир с помощью приборов ему в известной мере удалось еще в конце 19 века. Подсвечивая особыми полями живые организмы, он сделал зримой их невидимую часть – ауру. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать. Даже смерть может оказаться не концом. Тесла знал, о чем говорит. Я был в двух кварталах от дома, где лежала моя больная мать. И вдруг я увидел облако с ангельскими фигурами, одна из которых постепенно приобретала черты моей матери. В внезапном озарении я понял, что только что она умерла. И это оказалось правдой. Подобных взглядов придерживаюсь не я один. Есть масса людей, теоретиков, а в основном экспериментаторов, которые просто сталкиваются с подобными вещами и пересматривают свое мировоззрение. Сегодня установлено, элементарные частицы могут подчиняться мысленным указаниям человека. Это не вписывается в известные физические законы, но доказано на множестве экспериментов. Были проведены эксперименты, в которых мысленное воздействие отклоняло луч лазера, вода меняла свои свойства на расстоянии в тысяч километров, изменялась плоскость поляризации световых лучей. Феномен называется слабое ментальное воздействие. Люди, находящиеся за много мили от лаборатории, действуют мысленным образом на то, как ведут себя электроны, когда они проходят через дифракционную решетку. Они выключают электронные системы, они меняют pH воды. Все это документально зафиксировано и совершенно не поддается никакому теоретическому описанию. Тесла был убежден, что все во Вселенной, от галактик до электронов, обладает сознанием, что космос — это единый живой разумный организм. Тесла считал, что Вселенная — это целостный организм, который состоит из множества частей, сходных, но отличающихся различной частотой вибрации. Каждая часть — это параллельный мир. Входя в резонанс с частотой другого мира, мы как бы открываем окно в этот параллельный мир. Так можно путешествовать по всему космосу. Это звучит фантастично и для нас, не говоря уже о современниках Теслы. Сколько людей называли меня фантазером. Как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время. Когда-то славянский гений мечтал осчастливить человечество. Тесла считал, что мы должны использовать электрическую энергию Земли и не должны платить за нее, как мы не платим за воздух. Прошло время, и Тесла понял. Незрелый и жестокий мир рано или поздно использует его открытие без проволочной передачи энергии для убийства. Возможно, неожиданные масштабы Тунгусской катастрофы еще более укрепили его в этой мысли. Мой проект слишком опережал время, в которое появился. Тесла отказался от дальнейших экспериментов в Уорденклиффе и уничтожил записи, раскрывающие суть открытия. Документов, прямо указывающих на причастность Теслы к Тунгусским событиям, также не найдено. И потому вопрос о его виновности остается открытым. Тайной во многом остается и последующая деятельность гениального изобретателя. Ясно лишь одно. Верх над честолюбием ученого взяла величайшая ответственность. У Теслы была своя теория войн. Он считал, что их источником является большая разность экономических и военных потенциалов у различных народов. Когда потенциалы более или менее выровнены, это мир. Большая разность потенциалов приводит к войнам. Своими странными поступками Тесла старался сбалансировать потенциалы разных государств. Всеми своими силами и искренне, совершенно он хотел предотвратить Вторую мировую войну. Но делал это как гений своих гениальных позиций. Если не будет возможности успешно напасть ни на одно государство, войны прекратятся. Тесла не служил отдельной стране. Его волновала судьба человечества. Сознавая себя частью вселенского организма, Тесла не раз повторял, действия даже самого крохотного существа приводят к изменениям во всей Вселенной. Оценивая свое место в этом мире, гений, обладавший невероятным техническим могуществом, однажды сказал... Я мог бы расколоть земной шар, но никогда не сделаю это. Моей главной целью было указать на новые явления и распространить идеи, которые, надеюсь, станут отправными точками для новых исследований. Никола Тесла не чудо и не посланец иных миров. Он один из нас, человек, который вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам. Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы способны? Субтитры создавал DimaTorzok